Друзья, всем привет! Привет вам с Донбассом! Город Матеевка как всегда на связи. Как всегда и как обычно. Вы в принципе не поверите, но я данное видео уже пятый раз записываю. Потому что говорю не то. После ночной смены спать хочется. И в голове бардак. Так что, в общем, записываю. Как оно будет, так и будет. Потому что уже надоело, честное слово. Вот. Решил немножко включиться, с вами поболтать. Может быть надо было это сделать поспать, а потом, ну, решил сейчас. У нас сейчас полдесятого времени, полдесятого утра. Запишем, смонтируем, предоставим это видео вам. И тогда уже ляжем со спокойной душой спать. Высыпаться, так сказать. Сегодня у нас 28 февраля. Последний день зимы, между прочим. Впереди весна, что очень меня лично радует. Вот. Время пролетело, и зима данная пролетела очень быстро. Как-то даже незаметно. То, что снегов мало было. Только вот в конце февраля нас немножко засыпало Матеевку. А так зима практически бесснежная. Вот. Даже на данный момент, я вот, в принципе, шел с работы. Сейчас можете смотреть эти кадры. На данный момент тоже снега почти нет. Грязь, слякоть, мокро-сыро. И туман. Небольшой туман. Вот. Сегодня никуда я не рассчитываю ни идти, ни ехать. А завтра, 1 марта, есть такой расчет. накачать колеса на велосипеде, потому что они уже спустились. Давно я на нем не гонял, не катался. Подкачаем, и куда-нибудь с вами завтра обязательно поедем. Завтра обещают немножко морозную погоду, поэтому грязь немного замерзнет, и будет, мне кажется, идеальное время, чтобы немножко покататься по городу, ну и, как всегда, показать вам наш любимый город. Город Матеевка. Вот. Что я еще хотел сказать? Хотел сказать насчет ТикТока, да? Кто знает, что я и на ТикТоке уже есть. Не хотел я на ту платформу вообще попадать, но так вышло, что я там тоже оказался. У меня уже 830 подписчиков. Видео такие коротенькие, обо всем разные, в принципе, с юмором и обо мне, и не только обо мне. Можно и посмеяться, и погрустить. В принципе, все в моем стиле, знаете. Как на Ютубе, на Ютубе, как говорится, большие видео, ТикТоке маленькие. Всякие моменты города Матеевка. Заходите, смотрите. Я думаю, меня несложно найти. Там тоже. Яндекс.Дзен. Подключил я монетизацию на Яндекс.Дзен. В принципе, денежка капает, но совсем небольшая, совсем небольшая. Сейчас скажу. За 3 дня у меня сейчас 10 рублей. 10 рублей за 3 дня. Как вы знаете, я ж никогда за монетизацией не гонялся, что на Ютубе, что на Яндекс.Дзен. Раз такая возможность получилась, я подключил ее. Пусть себе там что-то, да, капает. Когда-нибудь, может быть, снимем 100-200 рублей, да, купим что-нибудь вкусного, покушаем. Вот. По сути, в остальном у меня все нормально, чего и вам желаю. Искренне, душевно от Алекса. Добрые слова для вас. Все нормально, на работе, все хорошо, дома все хорошо. Последние 2 видео, которые я вылаживал на Ютуб, были обзорные. Люди заказывали видео лично для себя. Кто-то разрешил на Ютуб выложить, кто-то попросил, чтобы я не называл ни фамилии, ни номера домов. Поэтому было без конкретити лично на канале. Вот. Но я всегда, всегда рад помочь людям, помочь увидеть их дома, улицы, поселки, как бы, в общем, да. Люди ждут, люди хотят это видеть, вспомнить свою молодость, свое детство, юность, я не знаю. Когда, кто, когда уехал отсюда, знаете, потому что разные случаи. И с 80-х, и с 90-х, и с 2000-х люди уезжают, потидают свою родину и не могут, не могут сюда приехать и посмотреть тот же дом, в котором, в котором жили, да, когда-то. Вот. По обстановке, по военной обстановке, стреляют, да, стреляют, прилеты, все, как бы, без изменений туда, где-то тихо, где-то громко. Вчера, вот, выезжал на работу, было слышно, слышно бой, вот, и в Донецке, когда в Донецк приехал, там, то же самое, и Петровский район опять был обстрелян. В общем, ну, все в новостях есть, да, все, как бы, я только оттуда информацию черпаю, как, в принципе, многие из нас. Вот. Чему верить, чему не верить, тут тоже не угадаешь. На этом, пожалуй, все. Если у вас ко мне есть какие-то вопросы, всегда можете написать их в комментарии, я прочитаю и по возможности отвечу. Отвечу честно и правдиво, как я могу. Вот. На этом говорю вам всем до свидания, спасибо, что послушали. Я немножко показался, вроде здоров, весел, в хорошем настроении, но надо выспаться, потому что это пагубно влияет все-таки на здоровье, да, и, в принципе, на общее состояние. Все, всем пока, спасибо всем, всех обнял и говорю до завтра. 1 марта мы выезжаем на велопрогулку. Всем пока.